Вот так выглядит моя студия, если что. Вот с таким видом. Тем временем из банковской системы США за последнюю неделю утекло 30 миллиардов долларов депозитов. Базирующийся в Лос-Анджелесе банк ПАК Вест пытается удержаться на плаву и продает кредиты на строительство недвижимости на сумму 2,6 миллиарда долларов в попытке улучшить свое финансовое положение. Согласно отчету Федеральной резервной системы, более 700 американских банков находятся в зоне значительного риска безопасности и устойчивости из-за нереализованных убытков, которые превышают 50% их капитала. В отчете ФРС называет именно рост процентных ставок основной причиной того, что эти банки сейчас находятся в опасном положении. Фактически ФРС США признается, что она убивает банки. И самое интересное, что в Федеральной резервной системе происходит раскол, ведь некоторые чиновники ФРС США с этим не согласны. Например, Филипп Джефферсон прилагает все усилия, чтобы убедить систему сделать паузу в росте ставок в июне 2023 года. Еще два чиновника в своих речах, случайно или нет, но сказали, что намерены пропустить повышение ставок в этом месяце. Рынок сразу же изменил свои ожидания. И теперь ставит всего 37% на то, что в этом месяце будет рост ставки. 63% ставят на то, что будет пауза. Однако инфляция все еще не 2%. Отчеты рынка труда не удовлетворяют ФРС США. И поэтому даже если мы увидим одну паузу в росте процентной ставки, это не означает, что ставка достигла своего пика в этом цикле. ФРС США полностью остановится только тогда, когда достигнет 2% инфляции или же тогда, когда она серьезно что-то сломает. И судя по их действиям и риторике, они еще не считают, что что-то серьезно сломалось. Итак, первое. Однажды мы обсуждали то, как финансовые кризисы не происходят сразу, а следуют некоторым этапам. Второе. Сейчас мы пришли к тому этапу, когда следующая волна банковских банкротств произойдет из-за коллапса рынка коммерческой недвижимости. Мы обсуждали это в отдельном видео. Все маленькие и региональные банки, которые держат подобные активы, будут испытывать большие проблемы. И третье. ФРС США планировала это все ради того, чтобы консолидировать и централизовать банковскую систему США. Они настолько к этому стремятся, что даже позволили банку JP Morgan нарушить закон, который запрещает банку держать более 10% банковских депозитов в стране. И все это происходит в преддверии запуска цифровой валюты ФРС США, с помощью которой они планируют контролировать то, сколько денег можно тратить, на что их можно тратить и как быстро их можно тратить. Итак, рынок стал достаточно скучным. Новости дублируют одно и то же. Процентные ставки, дефолт, потолок долга, инфляция и бла-бла-бла-бла. Но сейчас я расскажу тебе, на что тебе стоит обратить свое внимание именно на этой неделе. В начале года мы видели большой рост токенов, связанных с искусственным интеллектом. Все, что имело в своем названии ИИ, или все, что было с ним связано, пампилось. Недавний пример. NVIDIA стала триллионной компанией благодаря ИИ. Они представили интеграцию компьютерной игры с искусственным интеллектом, благодаря чему игрок сможет общаться с NPC, как с другим человеком. Кстати говоря, я когда-то мечтал о такой игре, когда еще играл Half-Life 1. Конечно, большинство этих монет, которые связаны с искусственным интеллектом, абсолютно бесполезные. И создаются чисто ради пампи-дамп-схем на хайпе ChatGPT и других нейросетей. Затем после этого мы наблюдали пампы таких токенов, как PP, или, например, Floki, и других мемкоинов. Все они пампились и росли как сумасшедшие. Почему? Потому что мемкоины – это как социальное движение. Кроме того, благодаря очень низкой цене практически любой человек может позволить себе покупку такого мемкоина. И большинство мемкоинов абсолютно бесполезны и используются только ради пампи-дамп-схем. На волне хайпа PP такие крипто-инфлюенсеры, как BitBoy Crypto, создали свои собственные именные монеты. Например, Бен Коин. И, наконец, самое последнее, что мы видели в этом году – это рост таких монет, как, например, NEO, который вырос с 9 долларов до 11, или, например, Huobi Token, который тоже в этом месяце, как мы видим, пампился. Почему же они росли? Новые криптовалютные правила предполагают, что Гонконг является испытательным полигоном для Китая, говорят эксперты. Новые правила регулирования криптовалют в Гонконге, которые позволят розничным пользователям инвестировать в криптовалюты, могут стать ничем иным, как тестом для материкового Китая. На это намекает и то, что Пекин представил белую бумагу для развития Веб 3.0 в своей стране. Китай видит это как неизбежную тенденцию развития интернет-индустрии. Именно поэтому мы и наблюдали пампы NEO, Huobi и других китайских монет, потому что Китай и окружающие его юрисдикции становятся более позитивными по отношению к криптовалюте. Однако и в этом случае многие китайские монеты и токены являются абсолютными щиткоинами, и люди, которые покупают их, просто поддаются волне возбуждения. Вывод. За последние несколько месяцев мы видели множество монет, которые пампились и дампились только из-за краткосрочных событий и новостей. Так какой же вид криптовалют может взорваться в ближайшее время? В ближайшую неделю из-за краткосрочных новостей событий, так же, как это делали мемкоины или китайские криптовалюты. У меня есть одно предположение, посмотри на эту новость. Как сообщают, Apple откроет конференцию WWDC 5 июня презентации гарнитуры AR и VR, то есть гарнитуры смешанной и виртуальной реальности. Понимаешь, к чему это? Мое дикое предположение, что следующая волна криптовалют, которая может пампиться уже 5 июня 2023 года, это монеты, связанные с виртуальной и смешанной реальностью. По большей части, скорее всего, это будут такие же бесполезные монеты, как мемкоины, с названиями, связанными с AR и VR, или же те монеты, которые заявляют, что не работают в сфере гейминга, виртуальной реальности и метавселенных. Ты легко можешь найти список таких монет вот на этом сайте, coingecko.com. Тебе нужно выбрать категории и в категориях найти, например, гейминг или метавселенные. Здесь ты можешь увидеть список таких монет, как, например, Immutable X, Engine, Illuvium и другие. Ну а если ты хочешь углубиться в это еще глубже и ловить свеженькие, только что напечатанные монетки из мира VR и метавселенных, которые минтятся каждый день, ты можешь сделать это на этом сайте. Как ты видишь, здесь в режиме реального времени можно наблюдать за появлением новых монеток. Но не забывай, что 99% этих монет это бесполезный хлам, на котором люди просто ловят дампы и пампы после запуска и сразу же о них забывают. Теперь я хочу спросить тебя. Ты понял паттерн, о котором я рассказал в этом видео? Ты понял, как можно найти следующую категорию криптовалют, которые могут пропампиться на краткосроке? Надеюсь, что да. И напоследок запомни, такие монеты следует продавать сразу же после того, как они вырастут. Почему? Потому что после того, как инфоповод утихнет, они обвалятся очень сильно и отрастут еще не скоро, если вообще отрастут. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok